так друзья я себе взял вот такой запас воды и мороженое здесь все застегнуто навешиваем рюкзак берем это я беру подмышку держать да именно что я зашел на заправку без машины вот святая надпись хендай и время тут не говорите мне что без труфла закончился как-то так мистически произошло это здесь вроде бы как переход а вот если два в общем понимаешь в чем прелесть маленьких городов по крайней мере городов которые хоть как-то объятны что можно к другу пойти пешком друг другу ходить в гости и так был лишь короле но собственно говоря так был у моего брата потому что я я был еще в детстве и со дворами никуда не выпускали но жизнь взрослого человека маленьком городе я все время слышу следующее никаких перспектив и как говорится провинция болото вот что я слышу и это правда какой-то мере потому что говорится легко мне рассуждать живя как у христа за пазухой что я тоже постоянно слышу и как говорится дело то в том что я же был перевезен вся наша семья моим папой нашим петром первым была перевезена мари в москву в 2000 году и поэтому я приезжал в шкау всегда как столичный житель и это вот как раз я вам назвал одно единственное преимущество для меня такое существенное которое лежит на поверхности жизни в москве что ты приезжаешь потом куда-нибудь в шкау или куда бы то ни было и ты москвич на тебя так смотрят девочки на тебя так смотрят все и это приятно приятно быть привилегированным и чувствовать себя аристократом это приятно но ребят мы же с вами умеем думать я умею думать надо понять в чем суть суть аристократизма друзья мои заключается в уважении границам личности уважение к человеку как существу отличающимися от животного в лучшую сторону потому что чаще всего человек хуже животного гораздо животное не творит таких изощренных злодейств то что животные не бросают своих детей это я думаю не всегда так я уверен что и животные тоже бросают просто я думаю что я думаю что аристократизм это единственный возможный вариант того чтобы жизнь твоя жизнь твоя была чем-то достойным потому что приходит мне на ум вот это то что я видел по индию сюжета в какую страшной жаре в это живут в этих ужасных трущобах деле они деле там мумбаи мумбаи это там где у нас наши сдают квартиру в москве и там среди этой нищеты живут я считаю что это двойное двойная хрень попел бедные работящие люди платят тебе за аренду вот а во вторых ты живешь еще среди нищих припеваючи но вот там трущобы это просто какие-то шкафы под открытым небом причем сделаны в прямом смысле из всякого говна и палок все это на страшной индийской жаре и они ходят на страшную работу по 12 часов в день и и получают за это гроши это возможно это хорошая жизнь в том плане что ничего такого она не делает никакого с не создать никакой видимости потому что жаль стократизм все-таки создают видимость того что ты бог что у тебя хороший дом у тебя свободное время у тебя книги у тебя хорошее самочувствие это создает видимость в индии этой видимости нет но вот мой все-таки я выбираю первый вариант аристократизм